Особое мнение на 101FM Мы обязательно поговорим о том, как школы и вообще наша система образования прожила последние два месяца, вот эти наши карантинные два месяца, с какими сложностями, проблемами столкнулась, но пока мы, наверное, все-таки обратимся к теме, которая, ну, немножко тема будущего, это тема голосования за или против поправок в Конституцию. В связи с этой историей, которая случится у нас с 25 июня по 1 июля, можно будет голосовать в течение недели, у нас как-то вот коронавирус даже пошел на спад, то есть вот никому не прислушался к голосованию по Конституции, коронавирус прислушался, уже все нам говорят о том, что заболевших меньше, и это хорошо, вот, может быть, он совсем нас покинет. У меня вопрос к вам, как к учителю истории и как к человеку, который наверняка там на вопросы детей часто отвечает, в том числе вопросы, ну, такие, наверное, дети современные задумываются о том, как устроено вообще там в государстве все, да, как вот эта система вся работает. Ну, это и профессионально, наверное, да, вы отвечаете на эти вопросы во время уроков, и, наверное, и после уроков тоже вопросы задают. Вот по голосованию по Конституции дети задают вопросы? Нет, мне вопрос этот не задавали, да, у нас темы по обществознанию здесь касались больше межличностных отношений, молодежных, субкультур и тому подобное, поэтому не было возможности поговорить, мы же дистанционно занимались, да, поговорить по этим вопросам. Но тенденция не очень хорошая, потому что в течение года я был, например, удивлен одним замечанием, у нас такой продвинутый юзер есть, он в интернете постоянно, мальчишка в десятом классе учится, Ваня, он, ну, полушутя, полусерьезно все-таки сказал, что давайте о политике говорить не будем, теперь могут и посадить. То есть это же не воспитывает кто-то в нем, да, это среда, да, что все-таки дети ощущают, что наше общество становится менее свободным. Вот это печально. По Конституции и по поправкам, вы с личной позицией определились, вы пойдете голосовать? Вот, ну, на это голосование, там, опрос общественного мнения, как его не назови, сами для себя. Я долго думал, и в кругу моих знакомых есть разные точки зрения, я склонялся только одной, только другой, но в конечном итоге я, наверное, все-таки не пойду. Не пойдете? Да, я на протяжении уже многих лет занимаю такую позицию, не посещаю выборы, потому что не вижу на этих выборах конкуренции, конкурентности. Так. И не вижу кандидатов, которые бы меня устраивали. Те, которые меня устраивают, и их или не допускают, или каким-то образом они не проходят, мало голосов набирают, тому подобное. То есть, ну, я такую представляю небольшой процент нашего общества, которых не устраивает ни одна из парламентских партий и ни один из выдвинутых ими кандидатов. Понятно. То есть, если бы были какие-то яркие самовыдвиженцы, не представляющие там действующие ныне большие политические силы, вы, может быть, и ходили бы? Это про выборы. Если бы не был симпатичен человек, пусть он даже бы набрал малое количество голосов, то я бы пошел. Таких людей нет. То есть, на выборы вы не ходите. Это вообще, кстати, удивительные позиции. То есть, мы не призываем сейчас не ходить на выборы, как раз. Нет, конечно, я не призываю. Это каждый сам, конечно, для себя решает. А по голосованию за или против поправок в Конституцию, почему вы принимаете решение не идти? Ну, во-первых, как сказала у нас глава ЦИК, юридически это смысла не имеет. Потому что уже процедура вся пройдена, и, по большому счету, эта Конституция вступила в действие. И говорить ей нет, что бы я сказала, бессмысленно, потому что она все равно будет работать. То есть, я думаю, здесь не нужно мое. Нет никому. Ну, или дать чье-то, да? Понятно. Так. Я бы, честно говоря, мне практически ни одна из поправок, которая там вносится, не нравится. Почему? Ну, потому что все-таки Конституция всегда мною воспринималась именно как учителем истории, например, да, как человеком, который интересовался историей. Когда мы говорим о Конституциях, например, в США она когда-то была принята, там, нашей первой Конституции, да. Все-таки это должен быть документ очень емкий, где очень четко должны быть сформулированы всего лишь несколько моментов, да, связанные в том числе вот со структурой государственной власти, с правами и свободами человека, с какими-то другими основополагающими моментами. И когда вносятся поправки, ну, это вот позиция лично, может быть, президента и кого-то из тех, кто помогал ему разрабатывать эти поправки, она превращается в некоторую такую агитационную брошюру, когда мы там вспоминаем предков, Бога, другие какие-то вещи, что небо синее, трава зеленая, давайте за это проголосуем. Что за это голосовать? Важно задуматься над другими вещами. Меня, например, там смущают два основных момента, с которыми я абсолютно не согласен. За остальные еще я бы, может быть, и проголосовал. Но не согласен с приоритетом над международным правом. Право теперь российского. На чем основывается эта моя позиция? Мне очень не нравится, что у нас страна лидер по количеству жалоб, которые граждане направляют в Европейский суд по правам человека. Это тысячи буквально обращений за год. И количество этих обращений растет. Это свидетельствует о том, что внутри страны они защиты найти не могут. Справедливости не находят люди. И зная состояние нашей судебной системы, я не уверен, что вот эта позиция каким-то образом улучшит правовое положение наших граждан. Она его только ухудшит. То есть у людей защиты больше не останется? Потому что многие у нас вынуждены были надеяться именно на то, что за границей нам поможет. Да, да, да. Игорь Витальевич, скажите, пожалуйста, а технически-то это как? Я понимаю, что, может быть, вам как не юристу сложно точно ответить. А технически это как будет? Ну, то есть россияне ведь не лишатся права подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. Просто решение Европейского суда будет не обязательно для исполнения Российской Федерации. Я правильно понимаю? Ну, мне тут трудно сказать. Но, во всяком случае, да. Приоритетом уже оно не будет являться, как в нынешней Конституции. Ну, и вторая позиция, с которой я абсолютно не согласен, это, конечно, позиция, связанная с обнулением президентских сроков. Потому что вот у нас была Конституция, какая бы никакая, да. Я против, кстати, нее голосовал в 93-м году. Но она потом все-таки устоялась, работала. И там были положения, связанные с тем, что вот два срока. Два срока прошло, перерыв. Ну, еще два срока. Ну, и давайте-ка все уже. Мне кажется, что это очевидный момент. Почему здесь должно быть обнуление? Это фактически идет нарушение действующей Конституции. С моей, опять же, позиции. Да, учителя истории и общества знания. Который, ну, должен как-то это пояснять детям. Как вот я должен пояснить? Вот здесь для меня какая-то коллизия и логическая нестыковка. Вот у нас есть Конституция. Мы ее отменяем. Мы вводим поправки о том, что обнуление сроков. Но придет следующий потом президент, он скажет, давайте мы обнулим эту Конституцию. Потом другой обнулим. Каждый будет переписывать под себя. Каждый будет переписывать под себя. Это не дело. При всех заслугах Владимира Владимировича, я знаю, что все-таки у нас большинство населения по вопросам, во всяком случае, его поддерживают. Все-таки позиция, например, Ельцина, который там в 2000 году, да, под Новый год сказал, что он уходит, она мне представляется гораздо более правильной. Надо уходить вовремя. Более честной. Потому что сейчас это уже уход не вовремя, а для политика это, к сожалению, это... И все равно ведь он входит в историю, он же понимает. Он правит столько лет страной. Он войдет в историю. Его спустя 100 лет, 200 лет будут изучать правление Путина. И теперь вот этим шагом фактически оценивать его будут уже совершенно по-другому. Даже уже после... Если бы он после первых сроков, вот когда Медведев там пришел, да, если бы он ушел, то сегодня мнение о Путине, я так думаю, было бы совершенно другим, чем после вот следующих двух сроков. Оно кардинально изменилось у значительной части общества. Мы сейчас не случайно видим по ряду опросов, рейтинг доверия его снизился до самых минимумов, 25%. Ну да, приводили вчера эти цифры. Да, вообще не было. Я думаю, что следующие сроки, если они будут, они могут окончательно уничтожить все эти рейтинги. Да, проблем-то меньше не становится. Проблемы-то, они все надвигаются и надвигаются, и все время получается, что решать эти проблемы приходится одному и тому же человеку, и не всегда удается их решить. Ну вот, меня насмешил сегодня, я слышал аргумент о том, что не надо нам менять сейчас президента по той причине, что Россия находится в трудных временах. Опять? В трудных временах. Опять? Когда мы жили не в трудных временах, у нас все время трудные времена, каждые там года четыре примерно. Все, поэтому трудные времена, значит, давайте будем нарушать закон и будем там принимать какие-то поправки. Все это несерьезно. К сожалению, страна выбрала вот такой путь, но страна, я здесь имею в виду органы власти, потому что все региональные парламенты поддержали, Конституционный суд выступил за... Ну, в общем, так скажем, мнений против было совсем немного. Отдельные депутаты? Да, некоторые сенаторы, некоторые депутаты. Ну, и, так скажем, какие-то представители общественности. Поэтому здесь, ну, так скажем, против всех не попрешь. Но свою позицию вот я озвучил, я считаю, я себя убедить в чем-то ином не могу. Но вы не пойдете голосовать против этого документа, потому что считаете, что ваш голос ничего не изменит? Я не пойду голосовать просто потому, что не хочу участвовать в процедуре голосования. Потому что она... Если бы это был референдум, который был бы подготовлен в соответствии с законом о референдуме, если бы там были сформулированы вопросы именно отдельно, а не одной поправкой, и можно было бы за какие-то поставить галочки, а за какие-то нет, может быть, при таких условиях... И если бы не прошла вот эта вся процедура принять... Мое голосование сейчас бессмысленно, потому что все уже работает. Памфилова сказала, что это добрый жест со стороны президента, что он хочет еще прислушаться к народу. Спасибо, мне это не надо. Меня там не послушали, и сейчас могут тоже не слушать, поэтому я не пойду. Ваша позиция понятна, и я бы хотела сейчас поговорить о позиции тех людей, которые еще не совсем определились, и которых сейчас, ну, не знаю, там, слово уговаривают, наверное, не совсем корректно, но, тем не менее, которых убеждают прийти на участки и принять участие в голосовании. Я обратила внимание, не знаю, обратили ли вы на то, что огромное количество, конечно, разных, не знаю, говорить о китационных или информационных материалов сейчас есть. Они и наружная реклама, да, вот эти все билборды у нас развешаны по городу, в том числе и на телевидении мы видим множество роликов, где, значит, жители, а иногда и люди с именем, там, да, известные в стране люди, объясняют, почему важна та или иная поправка, и почему важно, значит, прийти и поддержать изменения в Конституции. При этом я не вижу, ну, практически не вижу нигде, ни на федеральных каналах, ни в наружной рекламе людей или какие-то ролики, которые отображали бы противную позицию, да, то есть, а я против, потому что... Вам как кажется, вот эта вот история, ну, ведь это перекос? У нас, к сожалению, расстояние между властью и обществом, оно увеличивалось все последние годы, а сейчас практически они друг друга и перестали слышать. Сегодня у меня, вот, во всяком случае, как у маленького такого члена общества, впечатление, что мое мнение, по большому счету, нафиг никому не нужно. Поэтому нет никакой обратной связи. То есть, поэтому... Вот мы как массовка. Ну да, вот нам, говорят, надо, потому что мы так решили. А то, что мы считаем, это никто не хочет ни слышать, ни принимать во внимание. Мы так решили, вот все должны так сделать. Но все-таки, вот, вот мое поколение, мы росли, мы становились личностями в годы перестройки. И при Ельцине была все-таки эпоха, пусть была, она сейчас вспоминает ее все время плохо, но какая-никакая там была эпоха дискуссий, споров, диспутов, надежд. Сейчас полный застой. Вот я сейчас воспринимаю наше время аналогично тому, что было у нас на рубеже 70-х, 80-х, начало 80-х. Начало 80-х. То есть это поздний Брежнев. У нас также правительство не меняется, и оно становится все старше, и оно по своему возрасту скоро догонит ЦК КПСС. Также они любят друг друга награждать медалями, орденами, все уже ими увешаны вдоль и поперек, как и при Брежневе. И точно так же опора идет на милитаризацию, на правоохранительные органы. Ну тогда КГБ, сейчас может быть ФСБ, Росгвардия, немножко они изменились. Также армия. И раньше была партноменклатура, а сейчас тоже партноменклатура, только раньше КПСС, сейчас Единая Россия. Причем многие единороссы, это те же выходцы из компартии. Поэтому они и действуют, а точно так же, как действовали тогда. Единственное, что у нас поменялось, это отношение к людям труда. То есть раньше хотя бы людей труда ценили, у нас показывали и хвалили доярок, комбайнеров, шахтеров. Ну маленький человек имел шанс на свою минуту славы, что называется. Сейчас у нас это, ну в лучшем случае, какие-то бизнесмены. В лучшем случае. Хотя тоже непонятно, какие-то абстрактные, судя по сериалам, какие-то абстрактные. Непонятно, чем занимаются. Сейчас труд вообще не показывают его ни в коем виде. Поэтому даже и не знаешь, чем люди занимаются. Вот поэтому у меня такая аналогия. Она печальная, я думаю. Потому что к чему хорошему это не приводит. Мы знаем, чем потом закончилась история Советского Союза, могучего государства, гораздо более могучего, чем современная Россия. И не хотелось бы, чтобы история современной России закончилась так, как история Советского Союза. У меня к вам такой, я не знаю, насколько он этичный все-таки вопрос, но как к учителю, как к директору школы. А ваши старшеклассники, вот они что говорят по поводу происходящего в стране и по поводу своих перспектив в этой стране? Ну, я с ними, я жалею их. И я не беседую с ними вот так, как сейчас с вами беседую. Потому что они, конечно, у них гораздо больше веры в хорошее, счастливое, светлое будущее. Я вижу это по их глазам, по их речам. И мне не хочется лишать их этой надежды, этой веры. Я думаю, жизнь сама покажет, и они сами примут все равно сами решения. Я никогда не веду такие разговоры с детьми, не веду разговоры даже с коллегами, с подчиненными. Это моя позиция, я ее иногда высказываю в блоге. У него очень небольшой узкий круг читателей. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Но вот это именно моя позиция, мое мнение. И какое оно есть, такое есть. Я-то больше даже думала не о том, что вы с ними начинаете разговор на эту тему, а что дети об этом спрашивают каким-то образом. Ну, у нас все-таки атмосфера, она достаточно в школе, она мне нравится, она у нас творческая. И дети ориентированы на волонтерство. Да, у нас эта фишка волонтерства. Дети проектами сейчас занимаются. Они себя не чувствуют ненужными и винтиками какими-то. Дачью мнения не значат, потому что у них есть свои проекты, которые они реализуют и в которых они реализуются. Они решают проблемы школьные, поселковые. Они видят, кому надо помочь. Или, может быть, развлечься, или еще что-то. Живут такой жизнью. Нормальная подростковая жизнь. Да, нормальная жизнь. Но идеологизации сейчас, конечно, никакой нет. Особой, да, в школе. И хорошо, что нет. Наверное. Наверное, нет. Мне кажется, что и российское движение школьников пока избегает этой излишней идеологизации. Я, в любом случае, ее не чувствую. И, в общем-то, состояние дел школьной молодежи, оно лучше, чем в целом у нас состояние общества. Поэтому, ну, пока вот я так ощущаю. Поэтому в школе я все-таки, когда общаюсь с детьми, мне легче и проще становится, нежели я общаюсь с какими-то другими категориями населения. Больше оптимизма, наверное. И они заражают детей этим оптимизмом, в том числе и нас, взрослых, которые уже видели не одни выборы президента, одного и того же. Игорь Олинов, в нашей студии, директор средней школы поселка Вахруша, учитель истории и блогера. Игорь Витальевич, еще хотел с вами поговорить по поводу вот этой всей ситуации, связанной с коронавирусом. Ну, сначала в общем, да, не потому, как это сказалось на работе сферы образования и вашей школы, а в целом и в общем, по тому, что происходило у нас в последние там два месяца. Что можете сказать? Справились ли власти? Ну, власти, наверное, во всех странах оказались в очень сложной ситуации. Сегодня, во всяком случае, сами власти считают, что они справились. Судя по количеству заболевших у нас, по количеству погибших от коронавируса, все-таки по сравнению с другими странами, например, Соединенными Штатами, по сравнению с Бразилией, ситуация, конечно, намного лучше. Но если говорить в целом вот так, брать еще во внимание отношение к людям, состояние экономики, то, если благодаря врачам, благодаря, наверное, талантливым людям в системе здравоохранения, в медицинском отношении все не так плохо, то то, что мы наблюдали в отношении государственных структур к людям, которых там вытаскивали, я смотрел в ВКонтакте было очень много, вообще в сетях было очень много роликов о том, что хватали человека, вытаскивали из автобуса, вытаскивали из собственного подъезда, заковывали в наручники, кричат дети, кричат женщина, кричит жена у него, отпустите, его куда-то тащат, валят, душат там кого-то. И этих роликов были десятки. Это речь идет о людях, которые подозреваемые в носительстве вот этого вот вируса? Ну, видимо, они не соблюдали режим самоизоляции так, они нарушители режима самоизоляции, да, и вот эта атмосфера насилия и произвола, и жестокости, и грубости, и хамства, беспардонность такая в отношении к собственным гражданам, она за это время от самоизоляции меня просто убивала. Ну, вот недавний совершенно пример, где-то в Приволжском округе, по-моему, в Самаре, да, это была история с двумя девушками, которые в парке гуляли, и одну из них практически положили лицом в асфальт, да? А девушек, которых изнасиловали, они пришли в полицию, пожаловались в каком-то городе, чтобы приняли меры, их оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Но таких вот, и таких случаев их были не единично, что там какие-то слетевшие с катушек товарищи, значит, принимали решение. Их десятки, это говорит о системном сбое, о том, что что-то у нас совершенно ненормальное во взаимоотношениях между блюстителями порядка, я не обязательно здесь полицейских, да, имею в виду, но и чиновников, и всех других, кто, там, Роспотребнадзор или кто-то еще наблюдают за теми или иными решениями. Ну, можно ли у них просто нормально говорить? У нас очень дисциплинированные люди. Я даже удивлялся, даже не думал, что у нас настолько вменяемые, дисциплинированные люди. Они в период вот апреля, мая соблюдали очень хорошо режим самоизоляции. Это вы сейчас про... И про Вахруши, например, про Слободской, про Киров. Вообще замечательно. Во многом, мне кажется, именно еще вот эта дисциплинированность, она привела к тому, что все-таки результаты были на данный момент они достаточно неплохие. Не хотелось бы, чтобы эти результаты были подорваны крупными массовыми мероприятиями, в частности, вот этим же голосованием за поправку. Или против поправки. Ну, парад победы, наверное, в меньшей степени здесь все-таки будут задействованы только какие-то части, там, военные, там, и тому подобное. Поэтому, наверное, в меньшей степени. Но я думаю, что если и сохраняется угроза, а угроза, я так полагаю, сохраняется, потому что масочный режим вчера, да, говорили, надо сохранять еще достаточно долго, в этой же Москве два месяца, то не надо давать людям повод нарушать, когда мы сами, когда власть нарушает. Власть нарушает, то есть она говорит, вот здесь можно сделать исключение. Каждый скажет потом, что здесь я тоже могу сделать исключение. Я даже понимаю, примерно, к какой теме мы, может быть, подбираемся. Игорь Олинов в нашей студии, директор средней школы поселка Вахруша и блогер. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу и вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM сегодня это особое мнение Игоря Олина, директора средней школы поселка Вахруша, учитель истории блогера. Мы продолжаем, мы поговорили о режиме самоизоляции, который у нас веден, о тех перекосах, которые во время этого режима существовали, в целом по стране, да, когда не совсем адекватным образом представители власти хватали граждан, куда-то там их тащили и, в общем-то, принуждали прислушаться к соблюдению режима самоизоляции. Вы сказали по поводу того, что там одним можно, другим нельзя вот перед выходом нашим на перерыв, да, и я даже думаю, что, понимая, о чем идет речь, потому что видела ваш пост по поводу паломников, которые пошли нынче Великорецкой, это действительно такая была болезненная тема для многих, потому что, с одной стороны, вроде люди как по хорошему поводу пошли, то есть это там не концерт какой-то, да, такой вот чисто развлекательный, а с другой стороны много вопросов, почему кто-то там сидит, да, те же закрытые магазины или закрытые кафе сидят и не работают, да, а люди вот все-таки собрались массово большим количеством народу и пошли куда-то. У педагогов есть правило относиться к детям ровно. Понятно, что все мы люди и у тебя в душе есть те, кому ты очень симпатизируешь, может быть, есть те, кому ты относишься прохладно, но держи со всеми себя ровно. Любимчиков быть не должно. Не должно быть, да, любимчиков. И у власти не должно быть любимчиков. Раздражало людей больше не то, что слишком строгие были меры, или наоборот, они были слишком мягкие. Их раздражало то, что они эти меры к одним применялись, а к другим не применялись. Одни могли перекладывать бордюры, другие должны были закрывать свои офисы. Одни могли идти в крестный ход, другие не могли организовать, например, митинг. Ну, я для примера говорю, да, раздражало вот это, вот эти двойные стандарты. они наблюдались очень часто, и мне кажется, из этого надо извлекать какие-то уроки. Я очень надеюсь на то, что уроки все-таки извлечены будут, но не знаю, честно говоря, в какое время и в какие сроки. Еще хотела применительно к коронавирусу спросить вас все-таки вот о чем. Мы, когда начиналась вся эта история, по-моему, вас подключали дистанционное образование на самом старте его, столкнулось с проблемами. Проблемы были связаны даже не с тем, что технически были там учителя, например, не готовы вести уроки через интернет и еще что-то, а с тем, что ни одна российская семья практически, наверное, не обошлась без этого. Нет дома даже возможности для того, чтобы ребенок мог учиться удаленно. То есть нет компьютера, например, второго в семье, нет у кого-то средств на оплату интернета в течение месяца. И вы тогда говорили, были обращения у вас, по-моему, от родителей. Эту проблему удалось решить вот к концу учебного года. Это было мучение. Вот эти два месяца показали, что система образования абсолютно не готова к дистанционному обучению. Это профанация дистанционного обучения. Я от многих очень родителей со многими общался, потому что для них эта тема очень была актуальна. Из разных учебных заведений самая популярная форма дистанционного обучения была какая? А, ну, у нас, например, в Слободском районе в некоторых населенных пунктах нет вообще интернета. Я спрашивал, как вы дистанционное обучение проходили? А дети приносили тетрадки, учли, приносили задания, они обменивались. Вот это было дистанционное обучение, да? А, ну, то есть они все в классе не сидели. дистанционное обучение на 90%, это было обучение таким же обменом, но только посредством электронной почты. Где-то электронной почты, где-то посредством разных таких платформ и тому подобное. То есть выдается задание, и задание это исполняется. Не онлайн урок получается, да? А такая вот как бы система. Дается задание учителям, дается какое-то время ребенку, ребенок делает, задание пересылает. А онлайн уроки проводить не на чем. Вот мы столкнулись сейчас, вот проводим этот дистанционный лагерь областной. Школьная лига волонтеров. Да, платформами. Например, в этом же Zoom-е то ролик не тянет, то презентация не тянет. Я спрашиваю, почему у нас специалист, техник-программист он говорит, ну техника у нас такая. Если нормальный компьютер сейчас стоит в районе 50 тысяч рублей, а мы ноутбуки покупаем они меньше 20 тысяч еще находим, да? Покупаем через портал малых закупок, чтобы у нас их было побольше. Но у нас и то, участия учителей нет этих нормальных ноутбуков. Кто-то там пользуется своими или кто-то старыми компьютерами совсем. А старые компьютеры мы даже учли-то толком не можем обеспечить достатки техникой. Что уж говорить про детей, тем более, например, по нашей школе, если вот судить по обедам, количество малообеспеченных, каждый пятый ребенок из малообеспеченной семьи, то есть у нас 200 с лишним детей, вот льготы по питанию имеют, как малообеспеченная семья из тысячи. Так вот. Ну явно компьютер за 50 тысяч рублей, это семье недоступен. Ну во всяком случае это не стояло, наверное, в списке первоочередных покупок для такой семьи. Поэтому худо-бедно, конечно, с помощью телефонов выходили из положения. Ну к концу-то учебного года практически все подключились так или иначе хотя бы с этими телефонами. Систему отработали уже хоть как-то. Ну как можно учиться по телефону, например, ребенку из начальной школы? Как он будет учиться? Да и вообще даже старшекласснику. Ну ладно, там послушать что-то, ну не текст набрать. Ну какую-то информацию найти, конечно, можно, но все равно это не то. Поэтому если бы вот вторая волна коронавируса и если страна действительно готовится к этой второй волне, то по идее это должно быть очень серьезное сегодня уже вливание в приобретение вот этой техники для семей, чтобы хотя бы какие-то ноутбуки предоставить людям в пользование. Ну хотя бы тем, кто не может сам себе этого позволить купить, да? Да. Ну я очень надеюсь на то, что все-таки вот это вот решение будет принято, потому что пока, честно говоря, не очень понятно, что будет осенью, продлится эта вся история с какими-то ограничительными мерами, вернется она снова в таком жестком формате, да, или все-таки разрешат школьникам посещать школу очно, учителям, соответственно, там будут работать глаза в глаза. Шесть минут у нас остается до конца нашей программы. Есть еще история с требованиями Роспотребнадзора, которые школам предъявлены, там, да, для того, чтобы в следующем году начать все-таки оффлайн-обучение, там, да, ну, не знаю, правильно ли я это называю, ну, то есть вот обычное живое очное обучение, да, совершенно верно. И вы комментировали, и у вас были вопросы по поводу того, что требования невыполнимы в обычной школе, ну, то есть... которые занимаются подобными вещами, которые что-то рекомендуют школам, я бы просто... Проводить уроки и перемены в разное время. Вел для таких людей практику. Вот мне когда-то хватило одного дня, по какой-то причине не было учителя, и я должен был заменить его на отряде в дневном лагере с малышами вот этими с первого по четвертый класс. Начальная школа. У меня к концу дня болела голова. Такого адского дня в моей жизни трудно еще какого-то представить. И вот если бы вот этих людей, которые пишут эти требования, поставить на такой вот отряд, то они бы написали другие рекомендации. Ну, нельзя детей посадить и держать в заперти. Они не роботы. Они не роботы. Нельзя сделать так, чтобы у части шли уроки в кабинетах, а часть бы где была? Бегала по коридору. Ну, где она будет? Другая-то часть. Ну, то есть, там много таких моментов, которые, в принципе, неисполнимы. Ну, бумага, опять же, ради бумаги, но со всеми вот позициями, которые связаны с тем, что должно быть, должна быть вот эти антисептики, гигиена, чтобы соблюдалось. Конечно, это все надо делать. Но антисептики гигиены это самое простое, наверное, из того, что можно и нужно обеспечить, а вот все остальное с точки зрения именно распределения времени и распределения потоков детей по классам и по школе, это, наверное, нереально совершенно. Когда идет в школу несколько сотен детей, уроки, учатся в две смены, свободных помещений нет, у училей нагрузка под 40 часов, свободных училей нет. Эти же моменты никто не учитывает. Рисуют какую-то идеальную себе фантастическую ситуацию. Я подозреваю, что они там на опыте какой-нибудь московской школы, возможно, рисуют. Ну, вот что-то видят там, да, у себя и рисуют. Ну, я не думаю, что в Москве проще. Там такие комплексы огромные, поэтому не знаю. Но, конечно, мы будем каким-то образом приспосабливаться, смотреть, что можно изменить, каким образом можно выполнить этот пункт, прыгать через голову в очередной раз, потому что у нас многие инструкции и предписания и сейчас существующие. Таким образом, да, существующие так написаны, что очень сложно это бывает выполнить. Иногда действительно невозможно. Ну, будем ждать, в общем, осенью и смотреть, что покажет нам коронавирус, будет ли вторая волна и как все-таки наши дети пойдут в школу. Остается у нас полторы минуты, Игорь Витальевич, к сожалению, вот на выбор вам могу предложить две темы. Да, арбитражный суд отказал католикам кировским возврате им здания Александровского костела. И история, которая вчера меня, например, поразила, это история с арестом Юрия Палюха, министра информационных технологий и связи, с точки зрения того, как это было представлено. То есть следствие выложило ролики, ролики задержания не только допроса, там и припровождение по улице в здание, там, да, где происходил допрос, ну и вот задержание непосредственно в домашней обстановке. И там все мы видим, там, да, это уже не первый случай такой, там, чуть ли не расправленные кровати, какие-то вещи личные лежат, еще, еще, еще. Вот зачем это сделано, на ваш взгляд? Вот тоже у вас солидарен с вами. Мне не нравится подобный репортаж, потому что, во-первых, еще и следствие как такового не состоялось, суда не состоялось, что, чтобы этот министр у нас, он за границу, там, все перекрыто улетел, или куда он бы делся, вызовите его повесткой. Вот я воспитывался на фильме, там следствие ведут знатоки. Трудно представить лучшие, вот, образцы правоохранителей в годы советской власти, даже вот эти киношные, там, Леонов, например, в фильме «Это все о нем», Леонискин там, да, вот был, чтобы они с бригадой приходили к кому-то и действительно ставили его в такое унизительное положение и потом бы еще всем демонстрировали. Этого не надо делать. Вызовите повесткой, разберитесь, ну, если виноват, скажите потом, что виноват. А показывать, это демонстрировать, кого опять пугаем, это, опять же, отношение государства к человеку, который у нас становится все более агрессивным и ненормальным. Игорь Ольгин, в нашей студии директор средней школы поселка Вахруш, учитель истории общества знаний и блогер. Большое спасибо Игорю Витальевичу за его особое мнение. Программа на этом заканчивается. Спасибо. Спасибо всем слушателям. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok